Третья попытка выселения. В Гродно очередного неплательщика переселяют в более скромное жилье. Постоянно растущий долг и игнорирование коммунальных платежей вкупе с безответственным отношением к предупреждениям привели к вынужденным крайним мерам. Присутствие хозяев при выселении невозможно. Женщина и ее сын отбывают наказание в исправительных учреждениях. В первом случае за уклонение от содержания ребенка, находящегося на государственном обеспечении. А во втором за совершение уголовного преступления. Два этих должника были уведомлены судебным исполнителем о проведенной процедуре надлежащим образом. Были направлены соответствующие постановления. Должники в курсе. Ну и на сегодняшний день с участием всех заинтересованных будет проведено вскрытие квартиры, выемка имущества, опись этого имущества и передача на ответственное хранение. В последующем подразумевалось переселение наших должников в другое жилое помещение с менее комфортными условиями. За дверью оказался большой сюрприз. Вещи встретили гостей у самого порога. Пакеты, обувь, разбросанная одежда. Разобраться, что еще сваленными кучами громоздилось в миниатюрной прихожей непросто. Чтобы перевезти все имущество, потребуется не одна пара рук. И тем не менее, это единственный действенный способ научить таких жильцов ценить квадратные метры и вовремя оплачивать счета. Дважды подавался иск в суд о выселении. В процессе судебных разбирательств должники находили возможность для погашения задолженности, но выводы из этого не делались. И оплата в дальнейшем не производилось. Накапливались долги. На сегодня задолженность составляет 15 периодов. Сумма долга 2070 рублей.